Железная дорога – это не путь для пешехода, не место для поездок велосипедистов и детских прогулок. Это зона повышенной опасности. В 2019-м на объектах железнодорожного транспорта в результате несчастных случаев погиб один человек. Трагедия произошла в феврале в Ивацевичах. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В целях предупреждения несчастных случаев регулярно проводятся специальные комплексные мероприятия «Безопасность». На постоянной основе проводим рейдовые мероприятия профилактические. Доводим эту информацию до граждан. И хотелось бы в преддверии уже летних наступивших каникул обратить внимание, особенно на несовершеннолетних детей, которые в большинстве своем большую часть святого дня находятся одни самостоятельно, без пересмотра взрослых. Во время съемочного процесса, который происходил на железнодорожных путях на улице Фортечной, нарушителей было немало. Но административных протоколов составлено не было. В первый раз инспектор проводит профилактическую разъяснительную беседу. Живем среди железной дороги. С одной стороны, с другой. Нужно на автобус, нужно в магазин. Но наша безопасность в наших же руках, правильно? Да. Чтобы быть внимательным, длительным. Да. Ну, мы стараемся, чтобы без происшествий было. Ну, Бог дал, пока не было. Ничего такого страшного не происходило за 15 лет, сколько здесь живем. Есть еще одна проблема, требующая внимания. Дети и подростки накладывают на железнодорожные пути различные посторонние предметы, в основном камни. А еще играют вблизи железной дороги и бросают разные предметы в проезжающие поезда. Подобные действия могут привести к серьезным последствиям. Недавно такой случай произошел в юго-западном районе Бреста. В первую очередь, родителям хотелось бы их попросить, чтобы они знали всегда местонахождение их детей. Где они гуляют, с кем гуляют, что они в течение целого дня делают. Помните, ходить по железнодорожным путям законом запрещено. Их следует переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными переходами, тоннелями, переездами или специальными настилами. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность.